Теперь о хоккее с мячом. Россия-Швеция. Это классика любого крупного турнира. Нынешний чемпионат мира, который проходит как раз таки в Швеции, хозяева не видели титула уже несколько лет, а на прошлом чемпионате и вовсе даже до финала не сумели добраться. Естественно, скандинавы в матче с главным раздражителем выложились полностью. Но почему россияне проиграли первую битву шведам, узнаем у комментатора этой встречи Михаила Мельникова. Центральный матч группового этапа чемпионата мира между сборными России и Швецией получился самым результативным на этом турнире. Проходил он, в общем, по схожему сценарию, как и прошлогодний, хотя было одно отличие. Сборная России открыла счет, использовав угловой. Впервые на этом чемпионате, правда, не прямым, ударом с углового удалось забить, но Янис Бефу здорово сыграл на добивание. А затем шведы включили скорости, включили своих нападающих, которые реализовывали практически каждый шанс для удара. Эдлунд, Петерсон забили два гола. Патрик Нильсон удачно подставил клюшку и мяч в третий раз летел в ворота Дениса Рысева. Ну и затем еще после свободного удара отличился Эрик Петерсон. Вокруг этих минус три и крутилась игра дальше. Сборная России догоняла, сборная Швеции опять уходила вперед. Дважды сборной России удавалось сокращать отставание до двух мячей. С другой стороны, шведам однажды удалось довести свое преимущество до пяти. Очень здорово разыгрывали скандинавы стандарты. Из трех угловых забили два из трех первых своих угловых. Сборная России немножко нашла игру в атаке во втором тайме. Уже заставила поработать и Андреаса Бергвала, и защиту шведской сборной. Но все-таки это все было именно при той ситуации, когда шведы чувствовали себя уверенно и чувствовали, что они игру контролируют. В сборной России, конечно, можно отметить Яниса Бефуса, который сделал дубль, и Евгения Иванушкина, который в конечном итоге сделал хет-трик, забив свой третий гол с пенальти на последней секунде матча. И таким образом оставил последнее слово за сборной России. Но к этому моменту как раз и были те самые минус пять. Итоговый счет 6-10. Это самая результативная игра вообще в истории встреч сборных Швеции и России на чемпионатах мира. Но, скорее всего, это их свидание не последнее здесь, в Сандвикине. На следующий день командам предстоят четвертьфиналы. Шведам с Дерманией, России с Белоруссией. Ну, а дальше у команд выходной, и они будут готовиться уже непосредственно к решающим встречам. Ближайшие, причем между ними, возможно, именно только в финале. Теперь сборная России и Швеции смогут встретиться на этом чемпионате мира только в финале. Но для этого обеим командам нужно уверенно пройти плей-офф. А первым соперником нашей команды в играх на вылет станет Белоруссия. Эту игру смотрите сегодня в вечернем эфире Матч ТВ. Начало прямой трансляции в 20.55. И давайте сейчас вернемся вновь к этой непростой встрече против хозяев турнира. И ее разобрал эксперт Алексей Зулин. К сожалению, накануне получил повреждение игрок сборной России. Один из ключевых игроков Юрий Шердаков в центре поля сегодня не смог принять участие. И поэтому в том числе мы где-то в центре поля не лучшую свою игру сегодня провели. Ну и плюс, как мне показалось, наверное, вратари сегодня провели не самый лучший свой матч. Не игравший в первом тайме Денис Рысев, не игравший во втором тайме Роман Черных. Во-первых, мы должны прибавить в реализации стандартных положений. Об этом говорилось на протяжении всего этого турнира. Из 25 угловых предыдущих матчей мы не реализовали ни одного. Сегодня вот с добиванием мы один мяч забили. Причем это был первый мяч в игре. Да. И вот в дальнейшем их просто надо реализовывать. У шведов со стандартами сегодня все было хорошо. И как-то легко они проходили порой нашу оборону. Я думаю, вот в этом направлении наши тренеры будут работать во вставшиеся дни до финала.